Проект «Сакральная география Казахстана» – инициатива президента республики Нурсултана Назарбаева. Его цель – обратить внимание на общенациональные святыни, символы государства, которые объединяют всех людей нашей страны. Меня зовут Зарина Мухамедали. Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана. Мы прикоснемся к древним тайнам, услышим невероятные легенды, насладимся бескрайними просторами. Мы увидим красочный калейдоскоп, и каждый его фрагмент – символ нашей Родины. По легенде, суфий Ходжа Ахмед Ясауи велел своим ученикам пустить в небо по стреле, в том месте, куда вонзится стрела и будут звучать их проповеди. Один из последователей Великого Суфия прошел долгий путь – на запад, на пустынный полуостров Мангыстау и сам стал легендой. Мы идем по следам той стрелы. Здесь живет семья фермеров. Добродушная женщина показывает нам свое хозяйство, и пока мы возимся самыми юными представителями блеющего стада, рассказывает о нелегкой доле скотовода. Воду они сами привозят издалека, а недавний ураган снес крышу их ветхого жилища, которую нужно восстановить, пока в эти края не пришла суровая зима. После взаимных пожеланий добра мы выезжаем на один из самых сложных участков пути. Первый сюрприз этой замечательной дороги – Жаскозлянка-Заларда. Не сказать, что трак абсолютно ровный, на нем полно ям. Только в эти ямы засыпана щебенка с острыми краями, пожалуйста, боковой порез. У нас такая вынужденная остановка сейчас, но экспедиция на той экспедиции, мы не теряем времени даром. И сейчас одна часть команды делает небольшой перекус, а вторая часть команды занимается заменой колеса. Следующие пункты нашей сакральной карты – два средневековых мавзолея, опутанных древними легендами. Но, как оказалось, Великая Степь чутко охраняет их от нежданных гостей. Геоточки, обозначенные нашим главным координатором Виталием Шуптаром, показывают дороги, которые, увы, к настоящему моменту исчезли с лица земли. Мы не можем дорогу найти? Сейчас определимся. Пока непонятно. Виталий, а вы тут бывали? Ну, просто были в августе, когда было посуше. А, сейчас воды просто нет. То есть вот этой грязи не было? Это и есть дорога? Да, мы здесь проезжали. Бродов-то наверняка несколько, но мы проезжали тут. Короче, езжайте по этой дороге. Все дело в весеннем паводке. Обильном настолько, что и сейчас, спустя много месяцев, вода занимает ранее сухое место. Путь перекрывает река. У нас планируется преодоление реки. Ну, что, есть среди годов, но как бы не так, не сказать, что там наказано. По-моему, это плохая идея. Довольно много времени прошло, пока мы нашли подходящий для переправы отрезок реки. Но сначала проверяем на ощупь и только потом пускаем машины. Нас ожидает брод через вот небольшую, казалось бы, стихную реку. Но это сопряжено с некоторыми опасностями. Сейчас испытаем на прочность нашу машину. Благо, с нами Сергей Сартаков, опытный автомобилист. Брод никогда вот так не заходил, потому что у тебя машина тяжелая. Ты в брод зашел, у тебя передние колеса. Ты упал и все, ты назад уже ничего не сможешь. Ты потихоньку заезжаешь, потом волну толкнул перед собой и пошел, пошел, пошел. Все, обратно так попробуем. Век живи, век учись. Река позади, еще часок по пыльной грунтовке. И впереди, наконец, замаячили желтые купола мавзолеев. Болганана жены, куланана кесенелері республикалық маңызы бар ескерткіш мазарлары болып таблады. Карағанды облысы, Жезгазан қаласынан оңтсүске ғарай, оң шахрым жерде. Кара кенгір сары су өзендеріп, косылысынан жоғыррып. Харажар шатқаунда ғарнласқа. И снова мы на возвышенности. Как и многие другие памятники мемориального зодчества, мавзолей Болганана также расположен на самой высокой террасе. И нужно сказать, что, скорее всего, он служил путевым ориентиром или же пространственно-межевой меткой. Ну, сказать, что это место является местом паломничества, это ничего не сказать. А те, кто попадают сюда, стараются немного привести место в порядок, потому что сюда забретает скот, вы видите, следы прибивания его здесь. Давайте поможем им. Строение мавзолея Болганана, по мнению исследователей, уникально. Высокий профессионализм неизвестных строителей, интересное решение архитектора взять хотя бы входную арку необычно-келевидной формы. Создатели позднейших мавзолеев, очевидно, брали пример с этого памятника средневекового зодчества. Впрочем, древние инженеры не учли одного. Фундамент неглубокий и залит глиняным раствором в перемешку с кирпичом. И мавзолей не выдержал борьбы со временем. Купол, его опоры, верхние части стен и портала полностью разрушены. Сейчас мы попадаем в колодец, над которым видно прекрасное небо Сарарки. А раньше, когда здесь был купол, мы бы наблюдали чашу, в которой пробиты несколько отверстий. И сквозь них проникают тонкие лучи солнечного света. Полумрак, прохлада и эти лучи рождают ассоциации свет и тьма, добро и зло. Естественно, люди, попадая сюда, испытывали чувство благоговения, трепета. Наверное, именно этой цели добивались древние архитекторы. Это место находится вдали от дорог, и поэтому здесь очень тихо. Вот так стоишь и чувствуешь, как дышит природа. Единственный звук – это жужжание вот этих степных оводов. Главная загадка, связанная с этим строением – кто такая Булган-Ана. Если осмотреть территорию всего комплекса, ниже можно увидеть руины неизвестных построек. Ученые предполагают, что в этом замке и жил тот, кто обрел здесь вечный покой. Ответ на вопрос, с кем же была Булган-Ана, поможет определиться и с возрастом этого загадочного строения. Пока же датировка растягивается на много веков – с 8 по 15. Ну а этот мавзолей, Кулан-Ана – это настоящее белое пятно на карте нашей истории. Про женщину с таким именем ходит очень много легенд, версий, сказаний. И ни одно из них не нашло подтверждения в исторической науке. Но при этом ученые до сих пор пытаются разгадать, кто же она загадочная, Кулан-Ана, и как она повлияла на нашу отечественную историю. В Средневековье лутауский регион являлся частью Дэшта-Кипчак. Край был излюбленным местом ханов кочевых племен. Не был исключением старший сын Чингисхана – Жоши-хан. Вообще, в Центральном Казахстане немало архитектурных памятников, связанных с Домом Чингизидов. А еще именно в этих степях зародился знаменитый кюй Ахсак Кулан XIII века, согласно легенде, известивший Чингисхана о смерти его сына Жоши. Возможно, это строение имеет отношение к событиям тысячелетней давности, драматизм которых зашкаливает. В литературных источниках первое упоминание об этих памятниках. Ахсак Кулан XIII века Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получается настоящая детективная история. На охоте погибает сын Чингисхана. Народная легенда утверждает, что закончил свои дни он во время нападения дикого кулана, вожака Табуна. Но может быть это иносказание, так часто встречающееся у кочевых народов. Никто не решился обвинить царственную особу в преступлении, тем более женского пола. И так в устах рассказчика убийца превращается в дикое животное. Осталась легенда. И остался мавзолей с загадочным именем Кулан-Ана. Если в стенах мавзолеев нашли успокоение реальные женщины, то, несомненно, это были самые могущественные придворные дамы нашей истории. Дорога увела нас вглубь степей. И теперь перед экспедицией встает непростая задача – вернуться на трассу. Мы с трудом продвигаемся вперед. Дорога не позволяет развить скорость. И когда, наконец, под колесами появляется асфальт, путешественники облегченно вздыхают, радуясь ровному покрытию, как дети. САРЫРКАНЫң САРДАЛАСЫ САРЫРКАНЫң САРДАЛАСЫ АРТТА ҚАЛЫППАРА. Біз үшелдаймаққа беттеді. Алда бізді осыдан 50 жыл бұрынғана есімдер мұрағат беттерінде жасырулы жатқан толғалар күтпек. Әңгіме, 19-шығасырда рухани білімнің көзіна шыған, қалдырған іздері барша қызылорда өңіріне асыл мұра болып қалған. Олағатты ұстаздар жайлы болмақ. Қызылординская область для многих из нас ассоциируется в основном с мемориальным комплексом Коркатата. Но вот местные историки подсказали нам место, о котором, честно говоря, мы не знали. Это исторический архитектурный комплекс Халжан-Ахун. Сейчас мы поближе познакомимся с этим объектом и узнаем, в чем его смысл, что привлекает людей, почему суда с каждым годом увеличивается число паломников и туристов. Халжан-Ахун медресесатты тарихи эскерткерш. Хызылорда қаласынан солтүстік батысқа ғарай алпы шақырымшы қашықтықта Халжан-Ахун ауылдық округу ауымағында орынласықан. Кұрлысын санының мерзімі 19-шы қасырдың соңа. Тас төселеген жол бізді ауқымды ағаш қақпаға келді. Есіктің бірақ сықыры ауылдың күйбен тұршылегінен нағыз, тұныштық тұрағына жетелей. Күреберсте бізді шырақ шығар салды. Діңдей әрі ұна қоғам қайрат кередеп айтуға болады. Қал Мохаммед деген кісі яғыды біздіше ұна қалып, қалжан деп ақуын деп атып кеткен бұл кісі. Ақтөбі ғобылысының тұмасы. Әкесі кезінде батыр болған кісі. Сол өзі батырлар қайуақты да еліне құнша көп сия бермейді ғой. Сол қива қандығына барып, сол қива қандығында үлкен қызметтері апқарып. Сонда қалжан ақуын сол жерде дүниегі келіп, сол қалжан ақуын сол қивада медресесінен білем алып, ол 12 жасына керген кезінде әкесі қайтыс болып, анасы қалжан ақуынның білемін әрманғырай дамыту үшін ертіп, өзі жаңағы бұқарадаға көкілташ медресесіне алып келіп, көкілташ медресесінде қалжан ақуын толық, өзінің жаңағы саналық ұмырын және де өзінің білемін жаңағы дамытып, өзінің жаңағы қалжан ақуын көкілташта. Содан кейін барып, мұнау қазалда ғорыз ақуын деген кісі, оқысы менде өте жақсы сейласып болған, кейінен осы білімі алып, осы білімін бітеріп ке, негінен кейін осы сыр бойына келуіне, сол қазалда ғорыз ақуын келуіне бірден бір ақпалет өші кісі сол кісі болған. Енді ол кісі осы қалжан ақуынның өте білімдар екенінің және өте, сонда жаңаға қалққа деген өзінің несін жаңаға айымба еңбек ететінің біліп, сонда қалқ үшін туған азаматтығын сеніп, ол өзінің айттырып көкін қазыл қалжан ақуынға қосып, ол өзі қазыл қан қалжан ақуын, збани ағуын присваивалось людям не только с юридическим образованием, но и обладающим ораторским талантам. На рубеже веков просветителю было около 40 лет. Образованный, калжан Ахун быстро завоевал доверие народа. Благодаря поддержке местных жителей построил целый комплекс, чтобы обучать молодежь арабской письменности. По данным историков, мечеть появилась немного раньше Медресе. На старинном здании была обнаружена табличка «1334 год Хиджры». На общепринятое летоисчисление это 1913 год. Вот. Говорят, многие кирпичи в этом здании калжан Ахун клал своими руками. Пойдемте посмотрим, как это выглядит. Медресе калжан Ахуна – одноэтажное здание, имеющее традиционную планировку. Ориентировано оно главным фасадом на северо-запад. Здание состоит из 27 комнат. Все они расположены по периметру. Когда-то в центре широкого двора располагался колодец. После революции Медресе использовалась как школа-интернат, а в период коллективизации – как скотный двор. Во время Второй мировой войны здесь снова открыли школу. Местные жители говорят, что позже на территории комплекса размещали спецпереселенцев. Рядом со зданием расположено кладбище. Паломники непременно посещают захоронения как самого Ахуна, так и его приближенных. Местные жители С наступлением независимости Казахстана стали возвращаться дореволюционные имена. Заброшенные мечеть и медресе восстанавливали народными силами. Несмотря на то, что неумелые строители уничтожили образцы старых стен, польза от их действий была. Вокруг всего комплекса и кладбища при нем появился забор, надежно законсервировавший достояние области. В настоящее время фасады несколько комнат в медресе отреставрированы, а в остальных царит запустение. К слову, с 1986 года комплекс официально внесен в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Значение этой исторической личности для летописи края настолько велико, что село и сельский округ, расположенный в Сырдаринском районе, получили новое название имени Калжан-Ахуна. В нарицании потомкам звучит это имя, как пример национального самосознания, патриотизма, преданности народным ценностям. А мы углубляемся в пески Казалардинской области. С нами местный историк Магауя Алиев. Именно он подсказывает нам грунтовую дорогу, ведущую к древнему кладбищу. Здесь мы поклонимся Бесинбаю Баба, товарищу другой культовой личности региона. Местная легенда гласит, что в свое время Бесинбай Баба участвовал в состязании по борьбе с тюркским балуаном. Из-за благословления он обратился к Морал Ишану. Поединок увенчался победой Бесинбая. Но поражение противника дорого обошлось борцу. Он получил травму. По преданию, Бесинбай Баба был защитником простого народа. Помогал соотечественникам в бытовых вопросах. И до сих пор его чтят как святого – Аулие. Для чего нужно обозначать захоронение таких людей? Людям это нужно? Для потомства надо, понимаете? Это чтобы они знали, какие люди жили на этой земле. Чем они занимались и как они жили. Вот это самое главное. Я думаю, для потомства это нужнее. И, можно сказать, духовный смысл человека – это жить для себя и почитать старое, прошедшее. То есть историю знать свою. Я так думаю. В то время Морал Ишану оставил после себя то, что он был не только целителем, но он знал, как Аулие, он благочестивым человеком. И в то время он вместе, этот человек тоже имел, как бы, значение в том порядке, что они взаимосвязаны между собой судьбами, делом. И это все говорит о том, что сам Морал Ишан говорил, если придете ко мне поклониться, то вы сначала должны прийти к суда, Бесимбай, Аулие, а потом уже дальше вы будете продолжать свое дело. Это мнение всех родных, можно сказать, родственников, людей, которые живут здесь или где-то там. И хотим здесь просто сделать местом паломничество, все сделать по-новому, да? И здесь же обустроить, чтобы читали молитвы, поклонились, знали. Отсюда вот по дороге придут и отсюда по дороге идут уже туда. Ну, это, как бы, сказать, взаимосвязь того, что именно как они решили в то время, или по этой линии пустить. То есть по завету преды. Да, по завету, да. Бағдарламамыздың келес санда біз 19-шы қасыр ортасында халықтың санасы мен сезімне жолаша білеген Морал Ишанның жерленген орны ақ кесенеге аттанатын боламыз. Морал Ишанның жерленген орны ақ кесенеге аттанатын. Морал Ишанның ақ кесенеге аттанатын. Субтитры создавал DimaTorzok Меня зовут Зарина Мухамедали. Вместе со мной вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам Казахстана. Мы увидим красочный калейдоскоп, и каждый его фрагмент – символ нашей Родины.